Может кто знает, кто не знает, меня зовут Владимир Петров, я основатель данной компании, то есть я президент, основатель, также у меня есть учредители, но не в том суть дела, наверное, многим интересно, что меня лично побудило к созданию этой компании. Немножко открою секрет, дело в том, что в принципе я предприниматель уже более 10 лет, но работаю на земле, вот, прекрасно понимаю, я надеюсь, как многие из вас понимают, что бизнес движется сейчас в интернет, да, то есть это громадный рынок, очень интересный рынок, но за, скажем так, почти 10 лет, находясь в поисках, я так и не нашел той компании, которая была бы интересна, да, то есть в которой можно было бы работать, создавать свой пассивный доход и создать свой бизнес, да, в компании, вот, проще, конечно же, всегда что-то найти и там уже работать, но, к сожалению, так произошло, что до сих пор ничего нормального не нашлось, потому что все и большинство, скажем так, 99% интернет-компании в онлайн, которые открываются, они, в принципе, каждый день, наверное, открываются по десятку, да, то есть пачками, вот, они также быстро и закрываются, то есть преследуют только одну цель, да, то есть собрать денег с людей и потом куда-то исчезнуть, вот, меня, в принципе, такое не устраивает, бегать постоянно по каким-то проектам и так далее и тому подобное, нет никакого желания. Вот, и появилось одно желание, громадное желание создать, если нет ничего, то, чтобы отвечало требованиям, желаниям, да, то есть и то, чтобы смотрело вперед в будущее, то придется, конечно же, сделать самому, потому что работать хочется, тем более ту идею, которую мы будем воплощать, которую уже, в принципе, воплощаем, она довольно-таки интересна и будет актуальна не один десяток лет, при этом здесь мы что создаем, то есть помимо того, что мы даем возможность работать легально, официально всем нашим партнерам, мы еще создаем нормальные рабочие места, то есть с хорошими заработными платами, которые будут получать те люди, которые будут работать в нашей компании, вот, и сегодня как раз-таки я покажу, на чем можно зарабатывать, потому что многие меня спрашивают, как зарабатывать в этой компании, то есть те люди, которые являются моими партнерами в предыдущей компании, вот, они, в принципе, знают концепцию, знают идею, с которой мы как раз-таки стартуем, вот, но, думаю, многие люди этого не знают, поэтому им будет интересно, каков же рынок, на который мы заходим, то есть каким образом можно будет зарабатывать в нашей компании и какие, скажем так, перспективы наша компания даст для вас, вот, то есть наша цель это объединение и интеграция производителей-потребителей в одно большое сообщество. Сейчас я увеличу слайды, чтобы вам было лучше видно, вот, функционал комнаты позволяет это делать, в принципе, комната замечательная, вот, то есть наша идея это объединение и интеграция производителей-потребителей в большое сообщество. И мы являемся рекламно-маркетинговой компанией, вот, на первом этапе мы рекламно-маркетинговая компания. Потом, конечно же, у нас будут расширяться виды деятельности, то есть их будет не один, а четыре, вот, и в дальнейшем постепенно вы все это будете видеть, как мы будем расти, развиваться, то есть вместе с вами. При этом рынок самой рекламы, да, рынок рекламы, который составляет по официальным данным за 2012 год, вот, составляет более 500 миллиардов долларов в год. И рынок электронной коммерции составляет более 700 миллиардов долларов в год. Итого больше 1 триллиарда долларов в год крутятся в этой сфере, то есть рекламная, маркетинговая сфера и электронной коммерции. И что самое, опять же, интересное, это то, что этот рынок динамично развивается, он очень быстро растет, он очень интересен, вот, по большому счету, в принципе, для всех. Те люди, которые, допустим, занимаются бизнесом непосредственно на земле, можно так сказать, да, то они прекрасно видят, что идет понижение товарооборота, то есть спад торговли. Просто-напросто. Почему? Потому что большинство людей стали что-то приобретать через интернет. Это удобно, это выгодно, и вы не тратите много своего времени. То есть такая вот возможность у нас также будет. Вот, при этом наша компания состоит из трех частей. Так, что-то непонятно. То есть наша компания состоит из трех частей. Так, сейчас, минуточку, извините, отвлекусь. То есть первая часть, это то, где вы сейчас все регистрируетесь, это наша новая мультиформатная социальная сеть. Вот, то есть мы сейчас ее и создаем. Далее, вторая часть нашей компании, это агентская сеть. То есть агентскую сеть я могу сравнить, если так вот провести параллели, то это больше похоже на торговых представителей. Вот, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно. Есть такая возможность? Вы подвисаете. Может быть что-то у кого-то с интернетом. Ну, в принципе, запись идет. Думаю, все будет видно. Сейчас разверну, чтобы все было видно в слайдах. Вот, то бишь, вторая часть компании, это агентская сеть. То есть по большому счету их можно просто сравнить с торговыми представителями. То есть мы все прекрасно знаем, может быть не все, но большая часть людей знает, что такое Кока-Кола и так далее и тому подобное. То есть те люди, которые занимаются продвижением данного бренда, то есть они его продают, скажем так, поставляют в магазин и получают какой-то определенный свой процент с этого. То есть то же самое, практически то же самое здесь. Вам не надо ничего продавать. Вам достаточно будет просто рассказать о тех функциях, о тех возможностях, которые будет предоставлять наша компания для рекламодателей, то есть для компаний и так далее и тому подобное. И третья часть нашей компании, это клиенты. То есть, скажем так, это даже не клиенты, а у нас это будут партнеры, потому что с различными организациями будет заключаться партнерский контракт определенный. То есть это контракт будет как с нашими участниками соцсети, контракт будет с нашими агентами, контракт будет с нашими партнерами. То есть те люди, которые непосредственно будут давать саму рекламу. Вот, то есть я думаю, здесь чем больше нас, то есть многие люди задают такой вопрос, да, то есть надо ли строить сеть нашей социальной сети и так далее и тому подобное. То есть здесь самое главное, вы должны это прекрасно понимать, чем нас больше будет в нашей социальной сети, тем интереснее мы будем для различных рекламодателей, транснациональных компаний и так далее и тому подобное. При этом мы дадим действительно потрясающую возможность для этих компаний, которой в принципе нет еще нигде. При этом нам также придется отказаться от определенных вещей, которые в основном используются сейчас в интернет, да, то есть там такие вещи разные, которые по большому счету нельзя использовать. Посмотрите, там что-то важное. Вот, извиняюсь. Вот, то есть, которые нельзя использовать для того, чтобы достичь определенную цель. То есть у нас будет очень строго все по поводу рекламы, то есть все будет отвечать законодательству РФ и в дальнейшем тому законодательству, в каких странах будут открываться представительства. Вот. Также следующая часть, то есть, вот, как я и сказал, мы состоим из трех частей. Но, что смогут получать? Роман Березин, Перемь, комната подвисает. Может быть у меня что-то с интернетом, честно говоря, даже не знаю. Сейчас попробую перезагрузиться. Да, скорее всего у меня что-то с интернетом. Да, что ж это такое? С помощью нашей компании, которую мы создаем, наши рекламодатели смогут, скажем так, экономить, да, и получать ROI, это возврат инвестиций от рекламы от 20% и выше моментально. То есть наши сервисы позволят им колоссально сэкономить на рекламе и при этом еще и зарабатывать на всем этом. То, что они продвигают, рекламируют и так далее и тому подобное. Так, что-то у меня с компьютером сегодня. Так, а что такое? Сейчас, минутку, попробую перезагрузиться тогда. Что-то тут непонятное у меня творится с компом. Извиняюсь, сейчас продолжим. Той максимально эффективной отдачей, которой бы хотелось, всегда нужно, чтобы что-то пришло новое. Вот, то есть с совершенно новым креативным подходом. Вот как раз таки это мы и будем создавать. Как мы это и делаем. И в конечном итоге у вас появится возможность, помимо того, что создавать свой бизнес, создавать еще и свой пассивный доход. Вот, то есть какие виды заработка будут в социальной сети. То есть наши социальные сети. Это будет баннерная реклама нескольких видов. Вот, я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно. Поставьте еще раз плюсики. Что-то у меня сегодня с интернетом творится неладное. Шайбу нет звука. Ну попробуйте просто перезагрузить страницу. Нажмите обновить и тогда будет звук появиться. Вот, замечательно. Все-таки звук есть. То есть это баннерная реклама нескольких видов. Здесь мы будем использовать, помимо обычной всем, как бы привычной баннерной рекламы, здесь будут участвовать наши как раз таки промо-сайты. Для партнеров о промо-сайтах мы, в принципе, я уже говорил. Потом в дальнейшем мы будем говорить. И будут же школы по промо-сайтам и так далее и тому подобное. Вот, это отдельный продукт, который полностью связан со всей нашей системой, которую в данный момент сейчас пишем. Также баннерная реклама и в социальные сети, в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Мой мир и так далее и тому подобное. То есть порядка шести социальных сетей, в котором бы вам желательно быть зарегистрированными. Вот, также будет видеореклама. То есть ту видеорекламу, которую вы сможете получать от наших рекламодателей, вы ее просматриваете и будете получать за нее определенное вознаграждение. То есть все деньги, которые тратятся на рекламу, большая их часть, будут распределяться по маркетингу, то есть по сети и вам лично. Также будет SMS-реклама. То есть мы сейчас все практически получаем SMS-ки, да, на свой телефон, чуть ли не каждый день. А при этом мы не получаем за это деньги, да. И многие просто пользуются, то есть покупают какие-то там ресурсы, там покупают базы для того, чтобы спамить нас. Вот. И это, кстати, идет вразрез с законодательством. То есть здесь, когда наши партнеры, наши рекламодатели будут давать те же самые SMS через наши сервисы, в этом случае они будут работать, во-первых, в рамках законодательства, а во-вторых, вы за эти SMS-ки будете получать деньги. Вот. Также будет текстовая реклама, также продвижение интернет-ресурсов рекламодателей, также онлайн-коммерция и, как я говорил, уже промо-сайты. То есть это вид заработка в социальной сети. То есть просмотрели баннер, отправили его дальше, заработали деньги. Просмотрели видеорекламу, подтвердили, что вы ее просмотрели, то есть будет определенная копча, получили деньги. Рекламодатель проводит маркетинговое исследование, то есть по большому счету это можно назвать опросом. Вы ответили на его интересующие вопросы, получили за это деньги. Получили SMS-ку, получили за это деньги. Отправили там текстовую рекламу, получили за это деньги. Также выполнили определенное задание, это по продвижению интернет-ресурсов, тоже получили за это деньги. Если вдруг в вашей сети происходит какой-то товарооборот, то есть кто-то что-то приобретает, вы также получаете за это деньги. Но это то, что касается нашей социальной сети. То есть я думаю, многим теперь будет понятно, по крайней мере на чем вы сможете, мы сможем там зарабатывать. Теперь что касается нашей агентской сети, вот, то есть, скажем так, это совершенно другой подход немного, как я говорил, можно провести параллели между торговыми представителями, а здесь это агентская сеть. И те деньги, которые рекламодатели тратят на рекламу, как раз таки вот они и распределяются по нашей социальной сети и по нашей агентской сети. Вот, то есть здесь что получается? Когда рекламодатель выбирает там определенный пакет услуг на рекламу, которую мы предоставим ему, да, то есть тратит какую-то сумму денег, ну, к примеру, там 10 тысяч рублей потратил, да, из них тот человек, то есть тот агент, который пригласил этого рекламодателя и подписал его в нашу компанию, то есть, скажем так, юридические аспекты здесь уже несет компания сама, то есть все вот эти деловые отношения, взаимоотношения между рекламодателем и нашей компанией тут берем мы на себя, да. Ваша задача это просто объяснить человеку, то есть быть его менеджером, по большому счету. Больше здесь ничего не нужно, то есть дать информацию, показать, как это работает и в конечном итоге дальше помогать ему продвигаться и зарабатывать с этого деньги. Так вот, если вы подключили такого рекламодателя, который потратил там определенную сумму денег на рекламу, вы сразу же получаете 20% от этих денег, да, то есть потратил 10 тысяч, 20% вы получили от этого, то есть это получается у нас, грубо говоря, 2000, да, вот, если у вас таких 100, 200, 300 компаний или рекламных агентств и так далее и тому подобное, все это можно взять и умножить, да, сколько денег вы можете заработать. При этом ваш спонсор, тот, который вам дал информацию, вот, получает 15% от этих 20%, да, то есть базовая, базовая, скажем так, цифра, это 20%, который идет в агентскую сеть, вот, то есть ваш спонсор получает 15% от 20%, вышестоящий 7% и еще вышестоящий 3%, то есть в конечном итоге все зарабатывают. И чем больше людей, конечно же, будут активно работать, соответственно, тем больше они будут зарабатывать. Здесь нет никакого ограничения по построению структуры, по, в агентской сети, как и в социальной сети, то есть нет никаких ограничений. Вот, также есть возможность, когда, допустим, конечно же, не все рекламодатели захотят быть еще и представителями нашей компании, да, в этом случае вы как раз-таки будете получать 20% от их оборота. Вот, но далеко не секрет, что многие предприниматели, которые только на ноги встают и так далее и тому подобное, также захотят быть агентами нашей компании. Вот, и здесь в этом случае, когда вы подписываете, скажем так, уже агента в свою сеть, и тот в конечном итоге подписывает свою компанию в свои клиенты, тогда он получает эти 20%, а вы 15% от 20%, 7% во втором уровне и 3% в третьем уровне. Вот, то есть вот эти проценты, они распределяются в агентской сети от денег, которые потрачены на рекламу. Остальные, конечно же, деньги будут распределяться уже непосредственно в самой сети, да, то есть когда вы будете получать эту рекламу, получать, выполнять те задания, которые будут давать рекламодатели и так далее и тому подобное. Дальше, виды заработка в агентской сети от продаж товаров и услуг, то есть это вот наша агентская сеть. Вот, здесь что происходит? К примеру, вы подключили рекламодателя, у которого есть определенный продукт, ну, к примеру, веники, да, вот, по большому счету он прорекламировал свои веники, вы заработали деньги от того, что он потратил деньги на рекламу и продвинул свои веники, да. Соответственно, кому-то нужны эти веники, и кто-то их приобретает уже непосредственно в нашей социальной сети. Вот, и когда там в социальной сети происходит товарооборот, в этом случае партнер как раз-таки от этих продаж у нас в агентскую сеть уходит 1,25%. Вот, то есть в агентскую сеть доходы от той сети идут 1,25%. И вот от этих 1,25% партнер, который продал это, да, если, допустим, это ваш клиент, то вы получаете 60% от этих 1,25%. Вот, если это на первом уровне происходит, то 25% от 1,25%. На втором это 10% и на третьем это 5%. То есть, когда вы даже не находитесь, к примеру, в нашей социальной сети, а вы просто в нашей агентской сети. Но в этом случае, когда происходит продажа товаров или услуг в нашей социальной сети, вы также будете получать свое вознаграждение за то, что эти веники продались в нашей социальной сети, да. Вот, и в принципе всем все здорово. Также распределение прибыли, это 1,75% идет в сети от продаж. К примеру, вы находитесь в вашей социальной сети, также, да, являетесь нашим партнером. Вот, и в вашем первом уровне кто-то купил этот веник. Вот, и от этих 1,75% вы получаете 55%. Во втором уровне 30%, в третьем 10% и в четвертом 5%. А вот, то есть, вот эти 3%, они распределяются по маркетингу, по продажам. А вот, то есть, это уже идет товарооборот от сети, как от рекламы, так и от самих продаж. Соответственно, постепенно, когда уже будем развиваться, то есть, у нас здесь появятся еще определенные маркетинги, то есть, будут как бы и продукция от компании, там, продукция от компании-партнеров. Там будет немножко другой маркетинг, то есть, там будут увеличены цифры. А вот этот данный маркетинг дан для тех, кто просто будет давать рекламу, вот, и, скажем так, будет реализовывать свой же товар в нашей же социальной сети. И когда он будет происходить, то есть, происходить товарооборот, все люди в данной сети, в данной структуре будут получать свое вознаграждение, да. И здесь, опять же, получается такой вопрос у многих, да. То есть, точнее, ответ на вопрос, зачем нас много, да. То есть, сами подумайте, чем нас будет больше в вашей сети, ваших же партнеров, и кто-то купит веник, кто-то, там, купит машину, кто-то купит, я не знаю, там, духи, одеколон, вилки, тарелки, там, посуду, бады, там, и так далее, и тому подобное, вы с этого будете получать определенное вознаграждение. При этом, даже, скажем так, здесь будет включена такая система, что вы сможете получать доходы от того, от чего раньше вообще даже и не могли предполагать. Тем более, также, если взять нашего рекламодателя, да, он также имеет возможность строить свою сеть в нашей сети, и при этом, когда его же рекламодатель, то есть, его же люди будут приобретать его продукт, он будет с него зарабатывать, да, опять же, дополнительно. А вот, а если люди будут приобретать совершенно другие продукты, к примеру, он продает веники, да, а кто-то продает тапочки, и вот этот человек в его сети купил эти тапочки, и, соответственно, этот рекламодатель, продавая свои веники, зарабатывает еще и на тапочках. Ну, это так вот, я утрировал, сделал просто, да, вот. Все такие возможности мы строим, и эти возможности, они будут реализованы на самом первом этапе, который мы делаем. Вот, то есть, здесь, соответственно, для людей активных, для людей, которые действительно хотят заниматься бизнесом, серьезным бизнесом, на котором, скажем так, на рынке, где крутятся миллиарды и триллиарды долларов, то здесь, я думаю, смогут хорошо зарабатывать. Вот, при этом, также будет работать и сама компания, то есть, я, тут у нас и маркетологи и так далее, и тому подобное, мы будем работать все вместе, все сообща. Вот, и, соответственно, чем больше будет активных людей, тем, соответственно, будет больше у всех заработок. При этом, конечно же, многие будут, как вот, думают изначально, да, то есть, я сначала посмотрю, проверю, я прекрасно понимаю всех этих людей, потому что в интернете действительно много всякой, ну, нехороших вещей, и люди, конечно же, будут смотреть. Но, у нас будет работать все по законодательству РФ, то есть, все в рамках закона с бумажными контрактами и так далее, и тому подобное. Вот, и вы сможете просто построить свой бизнес. В дальнейшем, когда уже запустимся полностью, к всем этим маркетингам, которые у нас здесь есть, да, в агентской сети, будут еще добавлены карьерные бонусы, то есть, у нас будет карьера, у нас будет и автопрограмма, и так далее, и тому подобное. То есть, будет достаточно бонусов. Вот, также будут выделяться определенные средства на содержание наших региональных представительств. То есть, это все будет после того, как мы запустимся официально, и тогда будет уже еще маркетинг по карьерной лестнице. Вот, то есть, на сегодня, я думаю, пока достаточно, чтобы не взрывать голову. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте вопросы, я постараюсь на них на все ответить. Или у матросов нет вопросов. Так, школа сработает в генской сети. Так, 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 так. Так, стоп, сейчас русский сделаю. Так, школа сработает в генской сети будет проводиться. Конечно же, Антонина, школа будет проводиться, и постоянно будет проводиться. То есть, все максимум мы дадим от компании. Понимаете? И существуют определенные, скажем так, скелеты, да, по работе. А там уже у каждого человека будет еще какой-то определенный свой стиль. Но азы все эти у вас будут. То есть, вы будете владеть вот этими навыками, как работать, как это продвигать. То есть, мы будем делать, опять же, пакеты предложений. Они будут у вас на руках. То есть, здесь возможность работы как через интернет, то есть, по почте, да, в принципе, на одной из встречи я как раз-таки давал презентацию о том, что надо делать на первом этапе, пока мы работаем. То есть, все это есть на нашем канале на YouTube. Там можете посмотреть. Так, не совсем поняла. Мы ищем. Сакира. Смотрите, у нас есть, как я и говорил, наша компания состоит из трех частей. Одни люди будут работать просто в нашей социальной сети. Будут потребителями рекламы и потребителями тех продуктов, которые будут выставлять рекламодатели. Это одна часть людей. Вторая часть людей, те, которые хотят работать именно представителями нашей компании и работать с рекламодателями по агентскому договору и так далее и тому подобное. Это совершенно другая часть нашей компании. Если вы не желаете быть представителем и быть просто потребителем этой рекламы, то вы останетесь просто в нашей социальной сети. Но в дальнейшем, я вас уверяю, когда вы полностью поймете во все возможности компании, вам действительно захочется быть ее представителем. Потому что там гораздо в разы, в десятки раз вы сможете зарабатывать больше денег. Маркетинг линейный. Какая глубина? Маркетинг линейный. То есть у нас в социальной сети 4 уровня, в представительской сети 3 уровня. Все думают замечательно. Володя, когда примерно запуск? Виталий Ростов. Да вот примерно это конец марта, начало апреля. Надеюсь, что успеем сделать. Просто там есть определенная, очень большая, серьезная задача для нашего программиста. Потому что сейчас мы работаем над промо-сайтом. Как это все должно работать и так далее и тому подобное. То есть там очень сложный, серьезный алгоритм. Возможно, уже на следующей неделе мы попробуем его протестить. И тогда, в принципе, если будет все нормально, замечательно, включится еще сервис по заданиям, также баннерные. То есть пакет сразу хотим включить, максимум, который мы можем сразу дать. И потом постепенно будем еще добавлять все эти возможности. Так что планируем где-то вот конец марта, начало апреля, где-то в этих районах планируем запуск. Потому что как только у нас будет вот это вот уже готово, наша часть первая, стартовая, с чего мы сможем уже начать, да? Вот, тогда сразу же все регистрируем официально и начинаем работать. Так, не совсем поняла, мы ищем. Вот, Сарина, Сакира, я думаю, я ответил на ваш вопрос, могут ли работать частные лица? Конечно же, любовь. То есть частные лица, у нас, в принципе, работают все физики, да? То есть их можно так назвать. Физические лица в нашей социальной сети, физические лица это в нашей агентской сети. Вот, единственное, что смогут они работать по нашему агентскому договору. То есть, иначе мы просто не имеем права кому-то что-то выплачивать, если не будет самого контракта. Вот, если не будет договора подписанного с обеих сторон, мы не имеем права что-то выплачивать. А так, конечно же, могут. А ООО, ЗАО, ИПЭЙ и так далее и тому подобное, это уже наши партнеры в плане рекламы. Это другая часть. Так, ну, когда планируется старт, я уже ответил. Когда начинаем работать. Так, мне задают такой вопрос. Почему такое название проекта? Галина. Ну, вообще-то, это в переводе с английского вип-реклама. Ну, не с английского, а с латыни. Вот, поэтому так и назвали. Как выводить деньги? Елена, для того, чтобы выводить свои заработанные деньги, вам достаточно будет загрузить все документы, которые будут востребованы в нашем бэк-офисе, подписать контракт и отправить нам его по почте. Мало того, что вы должны будете загрузить его в бэк-офис, потом еще отправить по почте. Не по электронной, а по реальной почте, чтобы к нам пришел бумажный договор. Как только он у нас будет на руках, в этом случае вы заработали, там, грубо говоря, 100 рублей, можете их выводить. Но, так как банк берет комиссии за всякие платежи, да, то есть, у нас получается, там, по валютным, я не знаю, по рублевым, получается 30 рублей. То есть, вы заработали 100 рублей, получили 70 рублей. На свой банковский счет и будут еще платежные системы. Ну, изначально мы подключаем банк. Заработали 1000 рублей, получили 970 рублей. То есть, заработали 10000, получили 9970 рублей. То есть, вот таким образом, один раз в месяц вы можете выводить свои заработанные деньги без каких-либо проблем. Ну, я думаю, что оптимально выбрать это минимум 100 рублей. Вот, чтобы, по крайней мере, 70 рублей человеку приходили, и все было нормально. Так, Ирина Жданова, Тольятти. Есть ли у компании юридический адрес? Какой? Ирина, будет юридический адрес, и он будет находиться в Ставрополе. Все это, когда у нас запустится полностью, вы все это увидите в ваших кабинетах. Так, Кутич просит слова. В принципе, можете, если что-то хотите спросить, можете спросить. У нас есть раздел документация в нашей социальной сети. Да, то есть, там будет все полностью выложено. И юридический адрес, все полностью. Реквизиты, сертификаты и так далее, и тому подобное. Все это вы увидите в своем бэк-офисе. Так, пропал звук. Минимальные деньги для вывода. Ну, как я уже и сказал, то есть, я считаю, что можно сделать и 50 рублей, но в этом случае к вам придет 20 рублей. А я так считаю, что оптимально 100 рублей можете выводить, то есть, без каких-либо проблем. Так, ну вот листать не надо. Да, что вам. В социальной сети тоже можно зарабатывать. Да, потребляя рекламу. А в представительской тоже регистрироваться надо, или достаточного? Ну, в представительской это совершенно отдельная регистрация, и там совершенно другой сайт будет, то есть, там отдельная регистрация. Мы так быстро начали расти, всех поздравляю. Да, совершенно верно. Если я потребитель, сколько возможно заработать в день лично? Ирина, ну, откуда ж я вам знаю, сколько можно будет заработать в день лично? Вот, по предварительным прогнозам, опять же, это, понимаете, плюс-минус. Но, исходя из того рынка, из тех услуг, которые мы предоставим на рынок, не сразу, это не прям в один день, вы только зарегистрировались, мы стартанули и сразу стали зарабатывать каждый день определенную сумму денег. Но средний показатель, это примерно 500 рублей получится. Ну, плюс-минус там 100-200 рублей. Это по мере того, по мере роста, то есть, по мере всей нашей общей работы. То есть, и при этом вы сможете, когда все сервисы будут работать, и вы будете выполнять определенную работу, вот, тогда вы сможете получать, то есть, зарабатывать вот эти деньги. Так, ну, если просите слово, так говорите. Так, когда старт, я уже сказал. А какой суммы? Я уже говорил. От 100 рублей, в принципе, это вполне нормально. У нас точно будут платить раз в месяц? Люди волнуются. Антонина, нам ваши деньги не нужны. Заработали, выводите. Бога ради. Как, понимаете, у нас со всеми будет агентский договор. Если мы что-то там будем нарушать, то у нас будут проблемы. Нам эти проблемы абсолютно не нужны. Мы хотим работать. Вот. И волноваться здесь вообще не стоит. Если человек, конечно же, ничего не заработал, соответственно, он ничего не сможет вывести. Если он что-то заработал, без проблем. Раз в месяц, ну, перевод идет где-то от 2 до 5 банковских дней. Вот этот период времени просто будет затрачен. Да? На обработку и потом, так далее и тому подобное. То есть, пока банк перечислит эти деньги. Договор, где можно получить? Елена, когда, я же опять же говорю, когда мы официально откроемся, будет договор. То есть, в разделе документация будет все. Вот. Там будет договор уже с нашей печатью и подписью. Вы его распечатаете, подпишите, отсканируете, в электронном виде загрузите в кабинет и сам бумажный экземпляр, то есть, распечатываете сразу в двух вариантах, сам бумажный экземпляр отправляете нам, на наш адрес. Вот. Он к нам приходит, мы видим, что вы расписались, то есть, там все нормально, подпись соответствует подписи в паспорте, который вы загрузили с Кандах. Тогда техник ставит, одобрено, подтверждено, все, нет никаких проблем. Вот. Замечательно. Еще есть вопросы? Или больше нет вопросов? Или думаете еще? Какие вопросы задать? В принципе, наверное, вопросов больше нет, тогда не буду отнимать ваше время. Просто на будущее, в принципе, на следующей неделе будет школа по социальным сетям, для чего это надо, да? То есть, ну, здесь уже буду не я вести, ну, мы вдвоем будем вести, то есть, с Дмитрием, это человек, который будет проводить школы по промо-сайтам и так далее и тому подобное. Вот. То есть, мы как раз-таки на следующей неделе это все дело объясним. Вот. И к этому времени просто-напросто, ну, готовьте свои вопросы, какие у вас есть, чтобы задавать и недолго думать. Пожалуйста, по маркетингу, по потребительской сети, уточните, по потребительской сети. По маркетингу, по потребительской сети. Смотрите, вы, потребительская сеть, это наша социальная сеть, да? То есть, в которой мы сейчас и регистрируемся. Вот. Когда вы в своей сети будете получать какое-то задание или какую-то рекламу, вы должны будете ее либо разместить дальше, либо там выполнить определенное задание, либо просто получите смс, либо получите видео, вы это все дело просмотрите и за это получите деньги. Плюс вы будете получать, если выполните промоушен, то есть, у нас определенный промоушен, там, после старта, когда компания официально уже откроется, будет месяц для того, чтобы увеличить свою сеть до 300 человек. То есть, конечно же, это не должны быть мыльные пузыри, все люди должны в этой сети загрузить документы, подписать контракт и так далее и тому подобное. В этом случае они будут считаться живыми. То есть, нам фантики не нужны. Вот. Тогда у вас открывается четвертый уровень. Если вы в течение месяца этого не сделаете, то время потом не ограничено, когда у вас в трех уровнях будет 500 человек, для вас открывается четвертый уровень. И вы будете получать доходы от того, что сами просматриваете, да, и от того, что ваши партнеры просматривают и получают. То есть, все это будет распределяться по четырем уровням сети. Презентация раз в неделю бывает. Да, то есть, презентация раз в неделю бывает. В принципе, на этой неделе у нас произошло две встречи. На данный момент, пока мы сильно загружены работой, то есть, ну, действительно, работы очень много. То есть, нет возможности пока проводить ее чаще. В дальнейшем будет определенный график, где будут презентации проводиться, школы и так далее и тому подобное. То есть, сделаем максимум, чтобы вам было комфортно. Можно назначить на 21 в Москве? Изабы, конечно, можно. В дальнейшем, я так думаю, что будет даже возможность проводить презентации и в 21.00 по Москве, и, допустим, в 18.00 для Дальнего Востока или там в 3 часа дня. То есть, потом, по ходу дела, мы с этим делом разберемся, чтобы вам было комфортно все это дело присутствовать, участвовать и смотреть. Так, детей с какого возраста можно регистрировать? Так, детей по нашему законодательству можно вообще с 14 лет. Вот, 14 лет человека есть, то есть, у него уже есть паспорт, у него есть все документы. В этом случае он даже имеет право работать, да? Вот, но единственное, что, опять же, наше законодательство ограничивает неполный рабочий день. Но так как мы здесь лопатами не махаем, да, то есть, не выполняем какие-то там, скажем так, у нас нету по часовой оплаты труда, вот, то есть, 14 лет вполне нормально, можно уже начинать строить свой бизнес. Можно ли сделать рассылку записи презентации по почтовым адресам, указанным при регистрации? Александр, ну, зачем это делать, когда у нас есть официальный канал, и вот это вот с памяти, и так далее, и тому подобное? Вот, можете просто подписаться на наш канал, и когда там будет загружена, я как раз дал ссылку на наш канал, когда там будет загружена презентация новая, вы сразу по почте получите оповещение, что загружена презентация, есть какие-то новости. Ну, зачем, скажем так, изобретать велосипед? Ну, смысла нету. То есть, если менее 500 партнеров, в сети дохода нет. Ирина, с чего вы взяли? Если у вас 500 партнеров будет в трех уровнях, вы откроете возможность дохода с четвертого уровня, если вы в течение месяца, когда мы стартанем, не это, не создадите сети с 300 партнеров. То есть, это просто такой промоушен. Вот, для старта. Вы, может, вообще никогда, какой-то период времени, может быть, год вы никого не будете приглашать. Вот, но получая определенные задания, которые будут идти от компании, не от компании, а от наших рекламодателей, вы будете зарабатывать деньги. Вот, ссылку на канал я дал. Если надо еще раз, то могу еще раз дать. Пожалуйста. С одного компьютера можно зарегистрировать три человека. Елена, конечно, можно. У нас здесь нет никакой привязки к IP. Единственное, что, смотрите, что хочу сказать, то есть, уже есть случаи, когда человек дважды, трижды сам себя регистрирует. Не надо этого делать. То есть, вы можете себе хоть 50 аккаунтов сделать, но у вас ничего не получится. То есть, будет работать только один аккаунт. Поэтому, мультиводство здесь, оно просто не получится. И не рекомендую вам это делать, потому что в дальнейшем, такие люди будут вообще блокироваться, удаляться. То есть, определенные, скажем так, правила и все остальное будет вывешено в кабинетах. Там не будет ничего такого заоблачного, а будет только лишь то, что позволит нормально, качественно работать всем. Владимир, как почту сменить сейчас при регистрации ошибочного написала? Надежда, эта возможность будет чуть позже, когда откроется функционал. Там будут личные данные, где вы опять же все проверите, поставите. То есть, там вот этот функционал будет, а вы сможете поменять вашу почту и так далее и тому подобное. Сейчас у нас пока идет предрегистрация. Вот, чтобы, скажем так, чтобы многие партнеры, которые хотят работать, не теряли время, да, то есть, ознакомливались с тем, что мы будем внедрять на рынок и уже строили свою сеть, чтобы после того, как произойдет старт-компания, у них уже была какая-то сеть и была возможность заработать сразу какие-то деньги. Для кого-то будут большие деньги, потому что, если исходить из наших промо-пакетов, да, то есть промо-сайтов, то там можно сразу довольно-таки неплохо будет и заработать. К тому же у нас будет еще одна линейка, скажем так, лидер паков, где будет еще кое-какие функции от наших партнеров. То есть, у нас уже, в принципе, есть партнер, компания одна замечательная. То есть, там это все дело будет. Это вы все скоро увидите, узнаете, и все будет видно. Так, еще вопросы есть? Так, ну, я так понимаю, больше вопросов нету, да? Ну, что ж, желаю вам тогда успехов, счастья, здоровья. Главное дело понимания. Вот, кому нужны слайды, в принципе, обращайтесь. Я эти слайды, конечно же, вам дам, чтобы вы, по крайней мере, ознакомились с цифрами и знали, что сможете зарабатывать. Да, то есть, без проблем обращайтесь либо ко мне, либо к своим вышестоящим спонсорам, и они вам их дадут. Вот, с этим проблем нет никаких. Тем более, у нас будет очень много различной информации. У нас будет не один маркетинг, то есть, по тому же товарообороту он будет не один, да? То есть, не только тот, который сейчас представлен, он будет еще... Ну, множество всего интересного будет. То есть, максимум дадим возможности для всех работать и зарабатывать честно, открыто, скажем так, с высоко поднятой головой. Поэтому, если надо, обращайтесь без проблем. С вами был Владимир Петров. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok